друзья всем привет сегодня хотелось бы показать как я делаю гайки барашки делая при помощи циркуля на youtube есть множество всяких способов я хотел поделиться бы своим беру циркуль делаю нужный диаметр отмеряем то есть и делаю изначально два вот таких вот круга ну то есть вам нужно будет две гайки делать 2 2 круга вот затем многие это конечно он помнят как мы рисовали еще в школе цветы вот ставим в любую точку циркуля отмечаем две стороны потом одну из сторон ставим и опять отмечаем ну и так идем по кругу пока не закончится наши метки вы сейчас я прочерстил первый круг у меня готов теперь берем второй круг также ставим в произвольную точку отмечаем хотел сказать что вот я взял такую заготовку почти под диаметр самого круга желательно конечно брать чуть побольше потому что когда вы будете сверлить вам это немного помешает потом я покажу почему вот когда все это разметили выделяем центр потому что сейчас нам нужно будет сделать за сверловку в центре потому что буду использовать вот такую мебельную гайку то есть сейчас сделал за сверловку и нужно будет ее утопить взял я сверло 25 по моему нужно померить диаметр будет ваши гайки у меня допустим внешний радиус там порядка двадцати двух я взял 25 сделал два вот таких углубления в этих гайках то есть чтобы вот это сама гайка мебельная она не выступала из этого барашка вот ну и затем вот измерил диаметр самой этой гайки и уже здесь просверлил отверстие моду дальнейшем нам нужно будет сделать еще демон намечали с вами грани а вот там же нужно нам будет просверлить отверстие вот как вы видите где много материала там сверлиться очень просто вот здесь видите очень мало то есть и сверло бывает что вылетает поэтому заготовку нужно брать побольше чем сам ну чем сама гайка получится у нас вот сейчас мы просверлили одну гайку таким же способом нам нужно будет и просверлить и вторую кайку вот затем нужно будет взять самую еще одну заготовку здесь то есть также она произвольного моем случае я взял сверло forzener 16 миллиметров то есть и нужно будет сделать вот два таких отверстий то есть у нас две гайки и два отверстия углубление нужно будет делать по толщине гайки вот даже чуть-чуть чтобы она углублялась потом я покажу для чего все это мы делаем вот просверлили два углубления затем нам нужно будет коронкой вырезать вот и у нас получится две таких заготовки конечно использовать лучше биметалл вот эта коронка это еще старинная она нарежет не очень то есть заготовки в ней застревает вот ну пока обхожусь такими дальнейшем конечно может приобрету биметалл сейчас он очень дорогой вот получилось две вот таких заготовки их нужно будет шлифануть обязательно вот вот смотрите я взял вам можно вот эти барашки что мы сверлили с вами отверстие можно взять фрезой то есть не фрезой а коронкой у меня коронки они очень плохие поэтому я их на лобзиком станке вырезал когда вырезал на лобзиком нужно будет их шлифануть то есть вот эти четыре заготовки нужно будет шлифануть как следовать чтобы не нахватать занос и уже сейчас когда мы все нормально шлифанем нам нужно будет запрессовать вот эти вот мебельные гайки как я это делал я просто наживлял их чуть-чуть и уже в дальнейшем на тисках вот таким способом я их устанавливал смотрите если допустим я делал на глубину самой гайки то есть засверлил а если вы засверлить поглубже то ничего страшного допустим вы на толщину вот этой фанеры заговор загоните эту гайку потом берете вы можете обычную гайку еще взять приложить и уже дальше протянуть чтобы она стала до конца вот сейчас я взял вторую такую же гайку вот сейчас я буду загонять до конца кстати это очень с тисками очень удобно вы может также использовать молоток но если есть пески конечно удобнее пользоваться тисками гайка то есть заходит равномерно и впрессовывается тоже равномерно ни резьба ничего не пострадала вот сейчас когда запрессовали эти гайки вот эти две заготовки что я говорил вам мы просверливают теперь их нужно будет приклеить вот проверили резьбу все нормально теперь как по центру их приклеивать берем болт то есть вкручиваем саму заготовку и наносим клей наносим клей я всегда использую tight bone клей вот можно даже мазать чуть побольше вот это само отверстие в центре даже если туда попадет клеят ничего страшного резьба при этом то есть в клеен на резьбу не попадет сейчас мы вкрутим болт как вы видите и уже можно будет чуть-чуть притянуть вот эту но саму заготовку чтобы она немного прихватила и только потом зажмем и и ну и и тисками также делаем вторую заготовку снова мажем клеем вот снова нужен будет бог также в против бог вот по центру и приклеим к самой заготовки здесь меня заготовка получил сучком немного ничего страшного я добавлю побольше клея вот когда заготовки уже чуть-чуть схватились зажмем их струбцины кстати недавно купил струбцина волеруа кстати прикольно нормальная струбцина стоит что-то там рублей 300 что комплект у нас они по себе очень нормально зажимаем заготовку ей теперь пускай эти заготовки наши высыхают то есть вот как видите все нормально струбцина также еще у меня остался одна вот такая заготовочка я бы хотел показать как сделать из этой заготовки уже болт барашек как вы видите уже сделал углубление еще чуть побольше сделал тринадцатом сверлом вот чтобы этот болт втянуть фанеру сейчас закручу гайку ну и стяну ключом то есть эта гайка запрессуется в саму фанеру если честно уже использовал несколько раз вот даже без вот этой гайки прекрасно работает болт то есть не прокручивается ничего если конечно у вас совсем большая нагрузка туда лучше использовать вот здесь гайку то есть вот мы затянули ведь как все вышло вровень вот эту гайку оставляем и сейчас опять же вот эту заготовку приклеиваем если у вас небольшие нагрузки вы можете гайку эту не оставлять там ее отвинтить не просто приклеить вот такую штуковину то есть чтобы был выступ дальнейшем под них можно будет подложить шайбы вот если где-то это к металлу соприкасается но чтобы заготовку вот эта фанера она больше целая оставляла оставалась не портилась так сейчас он ставил болт и зажал двумя струбцами конечно вот эти струбцины ирвин вот как я говорил тоже очень хороший дексор по сравнению с ними конечно немножко отстает сейчас зажал заготовки и нужно подождать чтобы они все высохли так итак наши заготовки высохли сейчас буду их снимать по крайней мере смотрел клей по бокам все высох уже пропитался получились кстати прикольные барашки вот еще хочу хотелось бы сказать что можно было бы струбцинами не стягивать просто взяться то есть болты вот допустим смотреть сейчас я взял болт его можно было до конца затянуть то есть подложить шайбу затянуть и тогда бы нам не понадобились струбцины но это если те у кого нет струбцины то есть затягивать также и болт ставишь сюда шайбу вот эту гайку затягивается и получается что вот эта заготовка то есть упор вот это он приклеится равномерно вот ну и вот такие вот получились гайки барашки дальнейшем хочу модернизировать этими гайками барашками свою каретку для изготовления шип паза но это планирую сделать в следующем видео будет совсем скоро уже на этом пока ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч